новый завет говорит что дар иных языков дается не всем вопрос апостола павла вынесены в заголовок программы является риторическим и подразумеваемый ответ на него отрицательный тем не менее погружение в святой дух или крещение духом святым определенно предназначена в принципе всем чекам миссии его двоюродный брат и ханан сказал людям так я крестил вас водой а он будет крестить вас духом святым таким образом кто кого погружает его что понятно осталось выяснить как это происходит а также каковы критерии подлинности этого духовного опыта другими словами если иные языки даются не всем и потому не могут быть доказательством того что человек получил духовное крещение то что может служить таким доказательством как убедиться что на тебя действительно сошел тот же самый дух что и на апостола в день пятидесятницы они какой-то другой дух как это происходит мы видим в евангелиях и деяниях апостолов если проанализировать все тексты где святой дух сходит на тех или иных людей то первое наблюдение это связь этого события духовного погружения ли сошествия святого духа с погружением в воду на и шо дух сошел когда он выходил из воды приняв погружение водное от иоханана апостол петр в своей первой проповеди и шо говорит людям следующее покайтесь и да крестится каждый из вас своими иисуса христа для прощения грехов и получите дар святого духа судя по тому что погружение в воду совершалось после раскаяния в грехах знак очищения от них получение святого духа было также следующим шагом после погружения в воду эту последовательность мы видим также дважды в 8 главе книги деяний апостолов где описывается служение филиппа он погружает воду как жителей самарии так и эфиопского евдуха после чего на тех и на других сходит святой дух на самарийских верующих он сходит по молитве апостолов и через некоторое время после их водного крещения она явно как только тот вышел из воды далее в 19 главе деяний связь между погружением в воду и в святой дух видно в вопросах павла который он задает еще не получившим духа людям во время пребывания полоса в коринфе павел пройдя верхние страны прибыл в эфес и найдя там некоторых учеников сказал им приняли ли вы святого духа уверовав они же ему сказали мы даже не слыхали если дух святой он сказал им во что же вы крестились эти вопросы имеют смысл чисто логически лишь в том случае если павел считает что вводное погружение во имя еще должно включать в себя наставление о дальнейшем принятии духа святого соответственно если люди о святом духе даже не слышали не скорее всего не были погружены во имя еще что собственно потом там и выясняется далее по тексту в доме корнилия святой дух сошел на еще не погруженных в воду людей и петр расценивает это событие как исключение подтверждающие правила кто может запрестить креститься водой тем которые как и мы получили святого духа то есть логика его насколько я понимаю примерно следующее святой дух дается исключительно ученикам миссии причем дается им самим если вот эти люди получили святого духа от самого миссии то кто такие мы с вами чтобы не признать их веру истиной отказав им водном крещении принимая погружение в воде мы заявляем о своей вере перед людьми но когда ешуа погружает нас в святой дух он сам подтверждает подлинность нашей веры и лучше подтверждения быть уже не может почему два погружения связаны друг с другом понятно погружению святой дух дает сил необходимы для того чтобы быть свидетелем и шо но быть его свидетелем может только посвятивший себя ему а первое публичное выражение своего посвящения это погружение в воду водное крещение если этот шаг еще не был сделан то 2 преждевременен и наоборот если человек посвятил себя и шо и принял водное погружение это по идее означает что он готов зайти идти за ним до конца ведь погружение это отождествление свершу в его смерти то есть чек быть соответственно готов быть его свидетелем а для этого ему необходима соответствующая духовная сила и так погружение в дух обычно следует заводным погружением то есть теперь о том как именно оно происходило в новом завете евреев иерусалиме и язычников кейсарии святой дух сходил непосредственно на самарийских верующих через возложение рук апостолов на шауля будущего павла через возложение рук некоего хана не нам конечно очень хотелось бы иметь простые четкие пошаговые инструкции желательно семь шагов чтобы они назывались по-американски пошаговые инструкции о том как самим креститься в святом духе и как крестить святым духом других и в разных харизматических кругах такие инструкции писанные неписанные есть но мне кажется что по большей части это все что-то очень человеческое и шо сказала святом духе что он как ветер он дует там где хочет в отличие от водного погружения в котором другие люди задействованы обязательно в святой дух крестит сам еще он может используя для этого своих людей своих служителей но вполне также может обойтись и без них он отлично видит как желание принять погружение в святой дух так и истинный мотив человека имеющего такое желание ведь мотивы бывают самые разные согласитесь сплошь и рядом это просто желание быть как один из нас если ты уже в харизматической общине или если ты в 50 низкое общение там ты стал верующий ну как же все говорят а я не говорю но не хорошо но допустим что с вашими мотивами все в порядке а вы понимаете всю серьезность шага которые сделали приняв водное погружение и хотите быть свидетелями шо всюду где он поставит вас быть им один прекрасный день вы попросили бога крестить вас святым духом что дальше предположим с вами произойдет сразу или потом что-то необычное как узнать что это оно и есть что это есть крещение в святом духе то что с вами произошло найти термин погружение мне кажется был выбран не случайно как вы узнали что погрузились в воду ваша вся одежда моментально промокла насквозь ни сантиметра поверхности вашей кожи не осталось сухим результат погружения они просто крапления так вот со святым духом я думаю происходит то же самое с крещением святым духом только он судя по написанному в библии заполняет собой прежде всего человеческий дух и речь точнее не собой а миссии шоу и богом отцом сколько он всегда указывает нам на них они на самого себя суть этого наполнения опять таки не во внешнем его проявлении будь то иные языки пророчества или что-то еще а в том что происходит в нашем разуме и сердце это сам бог погрузил вас в реальность своего присутствия доброты своей воли или вы просто пытаетесь заговорить на каком-то непонятном языке самое последнее библия заповедует нам испытывать во первых все во вторых конкретно духов от бога ли они я лично говорил с пастором одной харизматической общины в юрусалиме который практикует духовное развлечение так вот этот пастор утверждает что многие так называемые харизматы он сам тоже говорит на иных языках и не только он утверждает что многие так называемые харизматы говорят на бесовских языках сами того не знаю о том же свидетельствуют опытные служители которые относятся к заповеди о развлечении духов и о том чтобы все испытывать серьезно давайте просто спросим себя что лучше еще не принять погружение в святой дух и просто продолжает жить с богом сознавая свою неготовность к примеру быть радикальным свидетелем и шо просто продолжать жить с богом смиренно ища его каждый день в меру своего разумения и благодати которую он дает для этого или же жить в погоне за духовными переживаниями и возможно стать жертвой собственной торопливости и неразборчивости и тогда нахлебаться того от чего здоровых людей тошнит это еще один лекторический вопрос заключение программы спасибо шалом и и Субтитры создавал DimaTorzok